С пропашными культурами в плане применения граминицидов немного проще, чем с зерновыми культурами, потому что, сами понимаете, разные виды растений, соответственно, здесь применение граминицидов проще. Здесь можно увеличивать дозировку без последствий для культурного растения. Мы еще ни разу не наблюдали фитотоксичного действия фюзелада на подсолнечнике. Кроме того, за счет увеличения дозировки можно снимать проблему не только однолетних злаковых сорняков, но и эффективно бороться с многолетними сорняками, с такими как пырей ползучий, который до сих пор у нас на полях встречается, правда, локально. И мы уже в паровых полях переходим не на сплошную обработку, а на локальную обработку тех запырейных участков, которые на поле присутствуют. Я так вижу, что в перспективе за 2-3 последующих года мы полностью устраним эту проблему. Если посмотреть в ретроспективу назад, то еще 5-7 лет назад пырей ползучий был большой проблемой для наших полей. За этот период мы достаточно эффективно с ним поборолись. Но остается проблема однолетних злаковых сорняков, потому что большой банк семян в почве. И, соответственно, ежегодно мы можем видеть вот эти проблемы. Еще надо сказать, что здесь, вот на этом участке был применен почвенный гербицид Гарда Голд, который, конечно же, нам помог удержать первую волну. Здесь Гарда Голд не применялся и, соответственно, здесь сорняк развивался с начальных этапов развития подсолнечника. И, соответственно, большие проблемы с развитием культуры. Справа от меня применен фюзелат дозировки 1 литр на гитар, соответственно, здесь противозлаковых гербицида нет. И вы видите, насколько подсолнечник в угнетенном состоянии, какой сильный, сильная степень засоряния спросом сорно-полевым. Там, где фюзелат был применен, конечно, единичные растения сорняка встречаются, но они не оказали никакого негативного влияния. Вы видите, подсолнечник хорошо развивается, в отличие от контрольной делянки, где, повторюсь, подсолнечник в очень угнетенном состоянии. То есть то, о чем раньше я говорил, это в первую очередь конкуренция за влагу, которая в этом году нас не баловала. Надо упомянуть, что за июнь выпало всего 39 миллиметров осадков, причем они были крайне неравномерные. За июль ситуация немножко исправилась, за июль выпало на данном поле 46 миллиметров, причем прошли два хороших дождичка по 15-18 миллиметров. И, соответственно, ситуация сейчас исправляется, подсолнечник набирает силу. Но, соответственно, и сорняк, если его не убрать, он будет продолжать вегетировать, осеменяться и, соответственно, создавать нам проблемы в будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!